Всем доброго времени. Давайте сделаем сейчас такой расклад. Опять предупреждаю сразу, что если отключается телефон, у меня села зарядка. Мне очень интересно, сплетни, слухи. Давайте посмотрим о вас сегодня. Сплетни, интриги. Такая вот тема будет всеми любимая. Это сплетни, интриги. Давайте вот эту колоду я возьму. Сама не знаю, какую колоду взять. Сплетни, интриги. Что за вас сегодня говорили? Сплетни, интриги. Ну, кто-то говорит, что живет в умиротворении. То есть кто-то вообще вам хочет предложить свидание. Есть такой претендент, который хочет вам предложить свидание. Руку помощи, может, встречу. Но больше тут, конечно, встреча. Человек вспоминал вас. Тот, который очень давно с вами знаком. Сейчас вы не общаетесь с этим человеком. Такой человек вспоминал вас. Очень сильно думал о вас. Тот человек, с которым вы давно не общаетесь. Думал о вас. Очень давно не общаетесь. И давно с этим человеком знакомы. Вот он о вас думал. Предложить ли свидание. Вот у нас выпал человек. И разговор такой был. Согласиться она, не согласиться. Надо, не надо. Будет ли соглашаться, не будет ли соглашаться. То есть тут какой-то мужчина говорил о том, что ему тяжело без вас. Возможно, он вас предал. Тот мужчина, который за вас говорил. Как-то нанёс вам удар какой-то. Вас, возможно, как-то предал. Ушёл. Предатель, в общем, говорил. Дальше говорят о вас то, что вы двойственная. То, что вы непонятная. Сегодня вы такая, завтра такая. Может, кто-то, допустим, подозревает вас в психическом расстройстве. Но у кого-то оно есть. Всё-таки раздвоение личности, смена настроения. Это всё есть. Здесь говорили об этом и говорят. Враги обсуждают, как сделать магию. Кто-то может вас в магии подозревать. Говорит, что делает, что-то ходит. Колдушка какая-то. Что у вас терпение есть. То, что вы терпите много невзгод. Можете бороться за свою жизнь. Но, опять же, есть на вас ритуал. Через зеркало, скорее, через бесов работали на вас. Делали на вас ритуалы. Через бесов, через зеркало. Я вижу, вам было плохо в ближайшее время. Жир могли скидывать на вас. Говорят, что вы больше в мужских энергиях находитесь. Пытаетесь показать, привлечь внимание на себя. Говорят, что сердце у вас болит. Но вы не скажете об этом. Что можете быть справедливой. Но враги готовят ритуал. Скажу сразу вам, что враги готовят ритуал. Это сто процентов. Говорят, что вы можете лезть в личную жизнь. Разбивать пары. Смотрите, опять же, сейчас мы смотрим общий расклад. Я очень рада, когда попадаются женщины в комментариях, которые понимают, что расклад общий. Есть дурные, больные, дебилки попадаются, которые говорят, что «Ой, как это я разбиваю пары? Что вы несёте? Несёшь ты?» Расклад общий. Поэтому всё, что вы здесь поймите, это говорит о том, что не обязательно, что с вами всё, что я сказала, должно совпасть. Тут бывшие о вас говорят, что скучают, переживают. Говорят, каждый день у неё там сюрприз. То есть что-то вот происходит такое. Каждый день сюрприз у неё. Каждый день она что-то как-то вот ну, может делать. Как-то неожиданно что-то может сделать. Сегодня вот, допустим, встала, уехала, рванула там, куда-то поехала. Кто-то видит в вас себя. Да, это нормально. Кто-то видит в вас себя. Враги некоторые, да, могут вас побаиваться. Но смотрите, что-то могут готовить в вашу сторону. Кто-то вынашивает планы относительно вас. Но опять же, это враги. Говорят, что колесо фортуны на вашей стороне, что вы постоянно куда-то передвигаетесь, а не спеша. Но опять же, вот у врагов истерика, то, что у вас всё хорошо. Поэтому, кстати, кто-то заказал себе красное одеяло, возможно. Смотрите, тут нужно быть на чеку, потому что враги готовят вас на высший суд. Кто-то говорит, да, она должна ответить за то, что она делала. Возможно, вас хотят бить магией. Проклинают вас враги. Очень сильно проклинают. Отправляют в мир иной, чтобы вы умерли. Кто-то прям это видит. Через зеркала работают с вами и отправляют вас в мир иной. К роднике делают и приносят вас в жертву. Далее на другой колоде посмотрим, что за вас говорят. Ну, говорят, это да. Говорят и проклинают, уничтожают вас, делают вам порчи на смерть. Это сто процентов. Чтобы вы себя плохо чувствовали. Это прям видно, прям очень. Чтобы хроническая усталость у вас была постоянная. это делают. Да? Хорошо, заходим. Поэтому можете не расслабляться. Так, что еще говорят за вас? Ну, говорят, что мужчин много. Если меня смотрят, допустим, вот женщины, ой, мужчины, да, то женщин много. Что вы жадные на деньги. Что вы будете все делать ради денег. То, что они видят, что вы берете все в свои руки, да. Возможно, такая вот. Рукоприкладство можете, допустим. Ну, вот все. За денег, говорят, на все готово. Но это могут и враги говорить. Кто-то вас может подставить. Кто-то даже, возможно, может заплатить деньги, чтобы вас где-то там подловили. Каждый день праздник. Но могут интриги пускать просто про вас. Даже бывшие. Поэтому тут ритуал рот на замок не помешает. Что вы сидите там на своем троне. Но кто-то хочет вам сделать ловушку, вас подставить. Я же говорю. Что, что, что это вам все дается. Что она такая. Беззаконие какое-то. Надо ее наказать. Да, вот. Избавление. Нам нужна ее смерть. Избавление. Прям фанатизм у кого-то. Фанатизм, чтобы вас отправить в мир НАВИ. НАВИ – это мир мертвых. Кто не знает. Даже на детей будут делать на ваших. Это их искушает. Просто. Они думают, за что ей такая награда. За что она так живет. Припеваючи. Кто вас, допустим, знает давно. Те знают и говорят, что тяжело давалось, допустим, ей то, что есть у нее сейчас. Говорят, что вы... Ну, непонятное. Что вы можете уходить в себя, да. Можете быть потом, как ни в чем не бывало, заново общаться. То, что все берете в свои руки. Такая гневная дама. Кстати, кто-то меня смотрит сейчас у того Кигата, любимая богиня, скорее всего. И тут говорят про алчность. Враги ваши, которые готовят вам какую-то порчу. Искушают их ваши деньги, да. Опять же, я говорю. Бывшие говорят, что вот... Бывшие, смотрите, тут еще бывшие рассказывают о интиме вашем, о постели. Разносят такое грязное белье, чтобы вы знали, да. Вот. Вот такие вот у вас бывшие, поэтому их надо далеко подальше. Куда-то, да. А вот, убирать. Вот такие они у вас, ваши бывшие. Вот такие ваши бывшие. Так, на какой колоде мы еще глянем, да. Ой, не знаю, какой нам тут взять. Давайте, наверное, эту первую попавшую сюда. Что еще говорят? Говорили сегодня, да. Ну, говорили, да. Мы видим, птицы поют сразу. О вашем движении, что вы куда-то сегодня ездили. Две женщины могли за вас говорить. О ребенке вашем говорят. Что вы закрываетесь, возможно. Много чего кому не показываете. То, что вы принимаете подарки от мужчин, возможно, но вы их не показываете, да. Вот. Женщина, которая отвернутая. Вы. Это вы отвернутая. Кто-то хочет написать вам даже письмо. Кто? Человек, который идет к вам не спеша. Женатый человек. И женщина хочет какая-то написать вам. По роду она идет. Может, родственницей быть. Как мышки они. Где-то в доме вас обсуждают. Встречаются в парках. Такое тут идет. Обсуждают вас. Силу вашу, что вы боретесь. На перекрестках будут работать с вами. В полнолуние делать порчи будут. Кому-то даже может и подклад какой-то, да, подсунуть могут. Да, вот смерти желают вам во всех колодах. Какой-то мужчина переживает. За вас говорит. Вот мы с ней расстались. А мы бы были с ней хорошей парой. Но она бросила меня. Или же он ушел от вас. Вот что-то вот такое. Все, на этом у нас расклад закончен. Ну, а за более личной консультацией можете обращаться ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp у меня закреплен под видео. Всем добра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!